Чума 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 Стоп, а что это за второе предложение? В остальных случаях мы не обвиняем, а предполагаем, выстраивая логические цепочки. В каких остальных случаях? Сначала он утверждает, что опирается только на документы и публикации в СМИ, и тут же опровергает свое же утверждение. То есть уже в самом начале своих видео Михайлов обманывает зрителей. Такое, как ему кажется, обтекаемой формулировкой, он оправдывает информацию, которую излагает дальше. Я работаю только на фактах. В основном. Если я не уверен, я не утверждаю, а предполагаю. В основном? Очень интересно. Я работаю только на фактах. В основном. Я говорю правду. В основном. Я работаю только на фактах. В основном. Я не пью уже 10 лет. В основном. Я работаю только на фактах. В основном. У меня на канале нет заказухи. В основном. Посмотрим. Как выглядят факты и логические цепочки по версии Евгения? Вот Михайлов рассказывает о коррумпированном, по его мнению, бывшем чиновнике. По слухам, он является неким посредником по продаже государственного имущества частным лицам. Мы в этом не уверены, у нас нет документов, но весь город об этом говорит, и поэтому мы как бы озвучиваем, что вот здесь собака зарыта. Евгений, что это? Факт или публикация в СМИ? А вот следующая за этим логическая цепочка. Михайлов обвиняет дочь этого чиновника в содействии преступлениям. Его родственники недалеко от него ушли. Яблоко от яблони недалеко падает, как говорится. И, соответственно, вот все, что рассказываем мы о его дочери, может соответствовать действительности. Лауреат премии Союза журналистов России на основании слухов, в которых сам не уверен, публично обвиняет человека в преступлениях, а далее обвиняет дочь этого человека только потому, что она его дочь. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в ноябре нынешнего года принял российский проект резолюции. За документ проголосовало 121 государство, и только два высказались против. Судя по дебатам, негативное мнение в отношении нацизма сегодня имеет большинство стран, входящих в эту организацию. Только две страны, США и Украина, упорно не хотят бороться с этим злом. Если любовь к бандеровщине нынешних властей Украины очевидна, то симпатии главного борца за мир Соединенных Штатов к героям нацизма – это до сих пор для многих. Тайна за семью печатями. На заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в октябре 2019 года в туркменском Ашгабате, президент Азербайджана Эльхам Алиев обратился к теме недопустимости превращения пособников нацистов в национальных героев в контексте подготовки к юбилею победы. Сегодня, Азербайджан на медиа, идентируя, полчаса дали в октябре, бандерском злобы деков. Сегодня,我覺得 первым домократии в октябре, он в октябре 방е, в октябре, в октябре, методстрали Бакъи, в октябре, он в октябре. Совет партийских позначеров в октябре, она в октябре, октябре, в октябре. Сегодня, мвдан мвд MAR-13-й, он в октябре,134-е октябре. Продолжение следует... Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ, сказал президент Ильхам Алиев. Продолжение следует...